МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ Как-то раз мне было любопытно посмотреть, какие люди из России за всю историю были удостоены Нобелевской премии, и читая этот список, мне бросилась в глаза фамилия Черенков, наверное, вы уже догадались почему. В общем, решил я подробнее почитать об этом учёном, и предположения подтвердились. Павел Черенков – это советский физик, который получил Нобелевскую премию за открытие, названное «Эффектом Черенкова». По-научному это описывается как свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, движущейся со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде. Короче, отсылку именно к этому эффекту сделали разработчики, создав водку Черенков, и поместив на её логотип символ, обозначающий атом с исходящим от него свечением. Существует малоизвестная отсылка к GTA 3, которая, как ни странно, находится буквально под носом у игрока. Если зайти в забегаловку, располагающуюся у самой первой квартиры Нико, и приглядеться к упаковкам с едой, стоящим за стеклом, то на сене-оранжевой банке вы сможете узнать арт ямайской банды Ярди. Примечательно, что относительно недалеко от этого места в GTA 4 как раз обитают ямайцы. В музее, где проходят задания по сделке с бриллиантами, есть бюсты нескольких людей, которые, вероятно, имеют определённый вес в истории. Но если внимательно их посмотреть, то можно понять, что здесь разработчики использовали головы простых прохожих, которых мы периодически встречаем в Liberty City. Например, это байкер из мотоклуба Ангелы Смерти. Это просто еврей. Это мужчина, который нередко попадается в городе в разных местах. А это один из проповедников, встречающихся, например, около квартиры Нико в Бохане. К нему, кстати, есть отсылка в пятой GTA. Советую посмотреть второй выпуск фактов по этой игре, если ещё не видели. В помещениях для игры в боулинг встречаются памятные футболки, где написано имя Билли Боб и присутствует подпись, видимо, оставленная этим человеком. Судя по всему, это отсылка к Билли Бобу Тормтону, американскому певцу, актёру, сценаристу и режиссёру, который, как утверждают некоторые источники, очень любит играть в боулинг, чем занимается ещё с подросткового возраста. И приезжая в какой-либо город с выступлением, он обязательно посещает местный боулинг, а значит, в Либерти Сити Билли тоже заскакивал. Следующая вещь – это просто любопытная тонкость внутреннего мира игры. В Либерти Сити в таких бору, как Алгон, Куэн и Дюкс, есть музеи современного искусства. У каждого из этих музеев встречаются изображения произведений современных художников, и примечательно, что разработчики уделили этому чуть больше внимания, чем кажется на первый взгляд, и добавили эти картины в помещение, которые нам встречаются в некоторых заданиях, что лишний раз подчёркивает значимость данных выставок и известность художников. Например, пара картин встречается в гостинице Majestic в задании Late Checkout. А вот ими увешаны стены в больнице, где лежит Джон Гравелли. По практически сложившейся традиции хочу показать пару малозаметных логотипов Rockstar. Например, он встречается на тюбиках с краской, которые лежат на столе художника у статуи счастья. И также символ создателей игры нанесён на упаковку шампуня, который можно найти, допустим, в отдельной комнате в стриптиз-клубе. Остров Олдерни Остров Олдерни, которому был посвящён отдельный ролик на моём канале, несмотря на то, что был основан на настоящем Нью-Джерси, своим названием отсылает к совсем другому месту из жизни, а именно острову Олдерни, входящему в состав Нормандских островов и относящемуся к юрисдикции Британии, с которой, как мы знаем, тесно связаны разработчики. Также отмечу одну занятную черту, которая связывает игровой Олдерни с настоящим. Это наличие мест заключения. В жизни этот остров известен тем, что во время Второй мировой на его землях нацисты успели построить несколько лагерей, в которых выполняли работу заключённые из Восточной Европы. А в игре в Олдерни располагается тюрьма, куда свозят преступников из любой точки Либерти Сити, и куда игрока не раз приводил сюжет. Сейчас вы узнаете одну очень мелочную мелочь, которая по сути вообще ничего не значит, но для меня это было настолько неожиданной и странной находкой, что я просто не могу не включить её в рубрику. В задании Deconstruction for Beginners Нику и Playboy отправляются на разборку с профсоюзом. Приятель главного героя наблюдает за происходящим через бинокль, а Нику тем временем должен врываться на стройку. Но давайте не будем торопиться и посмотрим на бинокль Playboy. Уж не знаю по какой причине, но на этой вещице присутствует эмблема FIB, то есть игрового подобия настоящего ФБР. Ну а судя по надписям, бинокль может иметь отношение к снаряжению военно-морского флота. В общем, если у вас есть этому объяснение, буду рад ознакомиться с ним в комментариях. В некоторых местах города, например на станции метро под названием Хоффбич, стоят автоматы с газетами, на главной обложке которых, пусть и в довольно скудном качестве, но всё же виден скриншот из GTA 3. Вот как он выглядит на самом деле. Неудивительно, что разработчики в очередной раз затрагивают ройку, ведь четвёртая часть является её духовной наследницей, если даже не больше. В задании Лур главный герой по просьбе Фрэнсиса Макрири должен выманить и устранить одного бандита, который сидит в своей квартире. Доступа непосредственно к помещению у нас нет, и наблюдать игрок должен через окно. Если внимательно в него присмотреться, в коридоре можно заметить неприметно стоящий лом, который, очевидно, является отсылкой к игре Half-Life. Во-первых, эта вещь смотрится немного странно, и не сказать, что уместно, ведь в других заданиях не встречаются подобные предметы, и это не похоже на типичную деталь интерьера от Rockstar. Во-вторых, это своего рода продолжение традиции из GTA San Andreas, где в помещении военной базы уже был помещен лом из этой игры, и, кстати, до него также нельзя свободно добраться. В-третьих, такой внешний вид является отличительным для того знаменитого лома из Half-E. Благодарю за просмотр! Ставьте свои оценки, оставляйте отзывы, и, конечно, подписывайтесь на канал, если хотите узнать больше об играх GTA. На связи был Александр Поляк, до встречи в следующем видео!